Для того, чтобы любую идею сделать реальностью, главное в нее поверить. Поэтому это шаг номер один. А с точки зрения, конечно, научных, это решить две основные задачи. Это искусственная гравитация и защита космической радиации. При наличии этих двух условий будет возможно рождение ребенка в космосе. Как правило, ученые разговаривают друг с другом, инвесторы друг с другом. И мало точек сопоисновения для того, чтобы получить энергетический эффект. В Асгарде как раз и создано, как космическое государство, на поле которого, на базе которого, такое соединение не только возможно, но и необходимо. Хотелось бы вам ответить «да», как главе космического государства. Но ответ нет, потому что человечество куча других направлений, где можно развивать науку и инвестировать деньги, например, в борьбу с голодом, в борьбу с глобальным потеплением. Но для Асгарде мы выбрали приоритетом, конечно, только освоение космоса и космические исследования. Для нас это приоритет, для Земли и человечества в целом, конечно же, нет. В первую очередь космос для человечества всегда играл, играет и будет играть роль мечты. Роль того, к чему мы должны стремиться. А стремиться мы должны, как говорил Циолковский, покинуть колыбель человечества Земли и стремиться к звездам. В космосе, в общем-то, никогда и не было нормального закона, был один, и то подписано не всеми государствами. А после последнего заявления президента США Трампа о том, что Америка начинает создавать воздушно-космический флот и будет делать в космосе то, что она считает нужным. Я считаю, что в космосе больше вообще нет с этого момента законов. Это космические джунгли. Так что будем ждать ковбоев, салунов, золотой лихорадки. Закона нет.